Почитаем с Русланом Поляниным Про омоложение, то плюньте ему в глаза Поехал тут один гражданин омолаживаться А что получилось? Пустяки А было так Жил один гражданин в нашем доме в шестом номере И был этот гражданин до того старенький Что перестал он даже за квартиру платить Че, говорит, это мне деньги переводить зря? Я, говорит, одной ногой в гроб смотрю Небой скоро помру, вот тогда взятки с меня гладкие Так и не платил Уж комендант дома и угрожал старичку И требовал, и по совести урезонивал И ябеды писал, не помогает Старичок только усмехается Сами, говорит, виноваты, что не плачу Тураки вы, некультурные вы люди Жил бы я в Европе, а молодили бы меня там И снова бы я стал платить Даже, говорит, может, на капитальный ремонт крыши бы дал А так не желаю Так и не платил И мало того, что не платил Так еще и задирал всех жильцов Издевался над их некультурностью И все насчет Европы скулил Ну, наконец-то посоветовали старичку в Европу-то и поехать Ну, так он и сделал Достал себе паспорт, распродал имущество И к осени выехал И даже не попрощался ни с кем И вот приехал старичок в Берлин И пишет из Берлина письмо в Россию Вроде как хвалится Сидю, говорит, в Берлине И на днях буду омолаживаться А медицина тут поставлена очень отлично Каждая кишка на учете А как омоложусь, так и деньги вам за квартиру вышли за все время И, может быть, на ремонт До свидания И вот принялся старичок ходить к знаменитым профессорам Пришел к одному, к другому, к пятому Нет, не берутся омолаживать Один профессор над крысами проводит опыты Другой профессор теории вопроса занят Третий опять на практике крыс омолаживает Даже злость взяла старичка Что же он говорит одному профессору Крыса да крысы Это выходит, что я зря поехал, что ли Что ж вы, говорит, ваньку-то валяете Едят вас мухи Раз звонили на всю планету А когда дело, так и не можете Над крысами только Нет, говорит профессор Не только над крысами А еще над кроликами, морскими свинками И даже над обезьянами Но есть всемирно известные профессора Которые человека омолаживают Дал тут профессор старичку адрес Одного знаменитого ученого Который проживал в Гамбурге И вот старик собрался и выехал туда А оттуда пишет письмо в Россию Сидю, говорит, в Гамбурге И скоро буду омолаживаться Как омолажусь, так и деньги вышлю Раньше не буду из принципа До свидания Написал старичок письмо И пошел к знаменитому ученому Здравствуйте, говорит Вот желаю омолодиться А счастливьте, будьте любезны Впраздните сыворотку Можно, говорит ученый Это вам будет стоить 300 английских фунтов Подсчитал старичок своей карбованце Ухнул и схватился за голову О, говорит знаменитый профессор Не хватает у меня поланглийского фунта, извиняюсь Ну ничего, говорит ученый Пущай так Мне полфунта не в расчет Раздевайтесь Разделся старичок и думает Вот, думает, едят его мухи Он меня омолодит А потом с голоду помру Без копейки денег Все ему отдам Подумал, подумал И стал одеваться До свидания, говорит Я в другой раз зайду Подумаю Шушу в вала-то вертите, сказал профессор Бросая препарат на стол Старичок бочком, бочком Да и на лестницу Бежит по лестнице И вдруг слышит Сзади какой-то человек цыкает Тсс, говорит человек Вам что, молодится Я, говорит, вам сейчас устрою Вот вам адрес ученого Он хотя и не очень знаменит Но возьмет с вас недорого Вот на другой день Пошел старичок к ученому Действительно тот взял недорого Впрыснул ему что следует А через два дня Старичок и ноги протянул Помер А с чего помер, неизвестно Может ему не в то место впрыснули Куда следует А может старичок и сам помер от потрясения Вот, а вы говорите Европа Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому